Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, почему в Казахстане цены на бензин растут при любых обстоятельствах, говорим с экспертом в нефтяной отрасли Олегом Егоровым. Олег Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. С начала года цены на бензин поднимались уже дважды. В правительстве объяснили это необходимостью избежать дефицита топлива в Казахстане. Только так можно ограничить вывоз бензина из Казахстана в Россию, где он стоит дороже. Вопрос, почему бы не достроить четвертый нефтеперерабатывающий завод, запустить уже существующие три на полную мощность и экспортировать бензин в Россию уже официально? Ведь это намного выгоднее, чем экспортировать сырую нефть. Разумеется, когда мы экспортируем готовый продукт, он всегда на порядок в цене выше, чем сырье. Так вот, и говоря о том, есть ли необходимость строительства четвертого завода, мнения расходятся, мнения разные. Но было время, когда, это года два назад, когда в правительстве уже назначались определенные пункты, где будет построен завод. Мы с вами уже об этом говорили. Тут был и Кустанай, и Джасказган, и Актау. Ну, Джасказган, Кустана – это пункты, которые далеки вообще от месторождения нефти, а нефтеперерабатывающие объекты должны строиться для того, чтобы эффективно работать поближе к районам нефтедобычи. Так вот, если говорить о четвертом заводе, он нам необходим. Три завода, которые сегодня не справляются с нашими внутренними потребностями, в связи с чем мы должны закупать дополнительно и автомобильный бензин, и дизельное топливо за пределами страны, вот эти три завода не справляются со своими возможностями обеспечения, полного обеспечения рынка. И даже то, что они находятся на завершающей стадии модернизации, два завода, предполагается, будут завершены модернизацией в 2017 году, один в 2018. Даже модернизация не будет способствовать тому, что мы полностью закроем эту проблему. Дело в том, что для того, чтобы нам получать примерно 5 миллионов тонн бензина в год, это потребность нашего рынка пока что, и где-то 4,5 миллиона тонн дизельного топлива мы должны резко увеличить выход продукции. На сегодняшний день у нас выход продукции очень низок, где-то 60-63%. Остальное – это тяжелый остаток. Это то, что мы потом запускаем на перерабатывающие предприятия, выпускающие электроэнергию. Котельные, ТЭЦ и прочее. То есть мазут идет туда. Так вот, сегодня на Атыраусском заводе выход бензина где-то около 14%. Мировая практика показывает, что на заводах Японии и Соединенных Штатов это 55%. То есть в 4 раза выше. Даже если увеличат выход бензина в 2 раза на одном заводе, на Атыраусском заводе, то это все равно не будет влиять на общее улучшение состояния в обеспеченности топливом нашего рынка. А почему неужели модернизация, которая проводится на этих заводах, не соответствует мировым стандартам? Предполагается, что в среднем по 3 заводам выход продукции составит 83%. То есть вот этот вся тяжелый остаток и прочая продукция, не связанная с топливом, составит 17%. Но это в среднем. Допустим, один завод будет 92%, другой 90%, а третий завод останется на уровне 40%. То есть средний показатель никогда не фиксирует реальную суть происходящих событий. Вы говорили о том, что долгое время не могут решить, где лучше построить 4-й нефтеперерабатывающий завод. Но ведь на самом деле сегодня вопрос уже стоит немножко по-другому. Вообще нужен он Казахстану или нет? Ведь есть мнение, что строить еще один НПЗ смысла уже нет, так как бензин в скором времени будет уже не столь актуальным, потому что на смену автомобилям придут электромобили. Также больше будет использоваться энергия солнечного света. Согласны ли вы с этим мнением? Нет, не согласен. Дело в том, что, конечно, ажиотаж, существующий вокруг вот этих источников энергии, которые могут быть получены из солнечной энергии, из водной энергии, биомассы, ветровой энергии, это все, конечно, как эксперимент существует в Казахстане. Есть солнечные батареи, есть дома, которые снабжаются горячей водой за счет установки на крышах солнечных батарей. Есть отдельные предложения, связанные по Алма-Ате с внедрением электроавтобусов. Но все это пока что, знаете, как предел мечтаний наших сегодня. А нефть, она всегда была нефтью. То есть у нас такой громадный парк автомобилей, которые работают на дизеле или карбюраторные двигатели, что топливо понадобится еще на десятки лет. Топливо нефтяного происхождения. Поэтому особо нельзя говорить о том, что вот нефть уже закончится, как источник получения топлива для транспорта. Нет, это не закончится. Это еще будет долго продолжаться, поскольку, когда подсчитывают примерно, на какой срок еще могут рассчитывать наши заводы, нефтехимические, простохимические, нефтеперобачные, на какой срок могут рассчитывать на получение нефтяного сырья, отвечают. В Казахстане это 170 лет, были такие цифры названы. В среднем по миру это 60-70 лет. Так вот, если даже через 20-30 лет произойдет переориентация транспорта на другие виды энергии, то нефть всегда останется нефтью, поскольку это, кроме всего прочего, отличное нефтехимическое сырье, которым не заменишь сегодня ничего. Мы говорили о вывозе бензина в Россию. В последнее время рубль только укрепляется по отношению к тенге. Означает ли это, что цены на бензин в Казахстане будут в ближайшее время расти и расти, до тех пор, пока не выравняются с российскими? Я не думаю, что у нас направленность такая, чтобы выровнять наши цены с российскими. У нас свой рынок. Мы этот рынок способны в какой-то степени, в какой-то мере обеспечить своим сырьем. И ценообразование у нас идет свое, внутреннее. Вот не так давно, года два назад, были опубликованы, например, такие данные, что затраты на переработку одной тонны нефти по каждому из наших трех заводов увеличиваются за счет роста цен на нефть. Это были годы, когда цена очень сильно выросла, до 100 и более сотни долларов за один баррель. Тогда было все понятно. Заводы получают нефть, она стала дорогой, но в то же время она торгуется по такой высокой цене, что было непонятно, что же происходит вообще. Увеличение затрат на переработку и в то же время резкое увеличение цены, реализуемой на мировых биржах. Вот тут нестыковка. И если мы вот это возьмем за основу, мы придем к выводу. Стыковок мы никогда не найдем. Почему увеличивается цена на автомобильное топливо? Почему увеличивается цена на дизельное топливо? Почему несколько месяцев назад цена дизельного топлива была выше, чем цена автомобильного бензина? Что вообще является невероятным. И вот можно приходить в таком случае к выводам определенным. Отпустив цены на определенные виды топлива, АИ-92, на дизельное топливо, мы тем самым в какой-то степени позволили владельцам АЗС регулировать самим, на своем именно внутреннем рынке, вот эти отпускные цены. И когда эта отпускная цена чуть-чуть поднялась выше определенной планки, 143-145 тенге за литр, где-то кто-то сказал, хватит, давайте снижать. Тут же мгновенно снизили опять на несколько тенге цены на АИ-92 в частности. Вот такая же ситуация наблюдается в течение января. Скорее всего, и весна уже у нас пришла, скорее всего, и весенний период будет связан опять с каким-то определенным колебанием цен, может быть, в сторону повышения. — Если административные рычаги работают на внутреннем рынке, то, наверное, можно было бы их как-то применить и к проблеме вывоза бензина в Россию. Например, авто с российскими номерами могли бы заправляться на территории Казахстана по специальной установленной цене. Я думаю, что наши партнеры из ЕАЭС должны понять необходимость такой защиты нашего потребителя. — Ну что ж, это вполне вероятно. И это как раз тот шаг, о котором можно говорить как о контроле за вывозом нашей продукции за пределы страны. То есть контроль. До сих пор мы имеем только бесконтрольный вывоз. Каким образом он осуществляется, никто вам не скажет. Значит, здесь завязаны и таможенные службы, и те службы, которые обязаны следить и отслеживать весь процесс реализации горючих. Так вот, конечно, по отдельным определенным направленным шагам можно установить всегда, сколько вывозится продукция за пределы страны, сколько нелегально иногда ввозится в нашу страну в условиях дефицита. Было и такое время. Ну, каждый раз мы наталкиваемся на одно. Где контроль? Кто будет контролировать? Каким образом? Какими рычагами? И вот тут должна сыграть вообще в целом вот эта наша внутренняя служба, служба, которая должна отвечать за движение углеводородов, начиная с месторождения и заканчивая ЗС. То есть добыли нефть, куда поставили, сколько поставили, дальше кто взял эту продукцию, где она села, кто купил на базе эту продукцию. Но в этих случаях мы опять будем упираться в одно. А где гарантия качества? Вот мы покупаем с вами базы, как оптовики, ну, бензин тот же самый, 92-й. Иногда говорят, вот на такой-то АЗС бензин некачественный, ломаются двигатели, металл ломается. Это же как понимать? Это надо понимать, что никто не отвечает за качество продукции. И если вот качество будет установлено на каждом промежуточном звене, то есть проверяться, никто никогда не возьмет автомобильный бензин 92-й, сделанный из 80-го, потому что его в природе не будет, потому что везде качество будет контролироваться, потому что за снижение качества будут платить. Кстати, вот в России предлагают за продажу на АЗС некачественного горючего штраф в миллион рублей. Последующее нарушение – на шесть месяцев закрывается работа этого объекта. За выявление одиночного случая? Да, да. У нас же этого не происходит. Мы только в газетах иногда читаем. Десятки АЗС проверили, установили некачественный, некондиционный продукт, ну и дальше что? Ну какие там МРП называют, но это же мелочь. Олег Иванович, контроля, вы говорите, у нас нет. Нужно создавать контроль и за качеством, и за передвижением бензина по стране, и за пределами. Конечно. За пределами Казахстана. Это может быть создание новой службы, новые хлопоты. Получается так, что просто поднять цены на бензин, отпустить, намного легче и намного выгоднее держателям рынка. Вы уже говорили в этой студии, что в большинстве стран цены на бензин рассчитываются по формуле, которая у нас не работает. Но на самом деле зачем нам формула, если рынок монополизирован? Можно установить ту цену, которая нравится. И вообще создается такое впечатление, что казахстанским игрокам на бензиновом рынке дефицит бензина выгоден. Можно с меньшими затратами получать ту же самую прибыль. Совершенно верно. Дефицит всегда выгоден. Для чего нас вводили талоны в период дефицита? Опять же, были примеры, мы с вами говорили об этом. Приходит человек на АЗС, ему говорят, продажа по талонам. Он идет в главный офис, ему говорят, нет талонов. Как это понимать? Они же чем-то эти станции торгуют в данный момент. Так вот, когда мы говорим о дефиците и о том, что кому-то это выгодно, конечно выгодно. Вот сейчас, я не знаю, так это будет или нет, три завода постепенно, последовательно ставятся на ремонт. Значит, где-то весной, ближе к лету два завода, и в сентябре, по-моему, третий завод. Но заводы не могут стоять вообще без дела, без работы. Значит, они создают у себя определенный запас топлива. И вот в период, когда наступит опять же небольшой дефицит, вот эти запасы можно с лихвой реализовать на рынке. И никто, в общем-то, в этом случае не будет уверен, повысится цена на литр бензина или нет. Скорее всего, именно в таких случаях он будет выше, чем установлен, допустим, в течение месяца, полутора месяцев стабильный уровень. То есть, получается так, что стабилизировать ситуацию можно, нужно только обратить на нее внимание, заняться вплотную ее решением, а отодвинуть на второй план вопросы, которые сейчас рассматривают наши депутаты. Стабилизировать ситуацию вообще в этой сфере, в сфере нефтегазодобычи и переработки, можно одним путем. Жестко контролировать все. Это не ради красного словца, я говорю. Но почему нельзя контролировать экономическими методами? Затраты, доход. Вы же об этом говорите постоянно. Вы говорите о том, что вы обращаетесь и в министерство, и во все ведомства. Почему вас не слышат, почему эти вопросы не ставят во главе угла? Ну, наверное, тут не всем интересно заниматься вот такой кропотливой, практически ежедневной работой, связанной с оценкой. Какие затраты на добычу пошли? Сколько отправили? Какие затраты на переработку? Затраты на транспорт? Кому поступает нефть? На какие базы? Как на базе хранится нефть? Есть ли там лаборатория? Как хранятся нефтепродукты? Исследуются ли их качества? Кому отпускаются в последующем? Сколько оптовых потребителей? И как от них расходится эта продукция на АЗС? Тут очень много вопросов. Здесь надо работать. И тогда вот можно выстроить нормальную экономическую цепочку затрат и выгод. То есть эффекты, которые получаем мы от использования нефтегазовых ресурсов. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо.